Приветствую всех моих подписчиков. Сегодня непривычный видеоролик без штатива. Дело в том, что суть видеоролика, конечно, не позволяет использовать штатив, поскольку есть там тут что вам показать. Сейчас вы поймёте. Просили мне мои подписчики собрать металлодетектор, тот же самый металлоискатель. И вот решил попробовать довольно простую конструкцию. Я вынужден вспомнить парней с сайта Radio Scots, где я являюсь модератором, Барса, Электродыч и так далее. Это разработка с совместными силами. Я, если честно, не участвовал в ней, поскольку металлоискатель я собираю в первый раз. Итак, металлоискатель Pirate. Довольно известная схема с некоторыми доработками. В частности, связанная с… Несколько резисторов тут имеется для регулировки чувствительности транзистор. Скваженность импульсов также игрался с ним для получения наибольшой глубины. Итак, что же имеется? Давайте я дам вам несколько советов по сборке, чтобы не повторять мои ошибки. Стандартная схема с применением таймера 555. Сдающий генератор настроен на частоту 150 Гц. Если не ошибаюсь, операционный усилитель. УД-2. Микросхема 157-й серии. Довольно с трудом откопал в старом кассетном магнитофоне. Катушка сама. Направив 20 см, мотал. И количество витков изначально 25. Тут два регулятора для регулировки чувствительности. Как настраивать чувствительность, я позже поясню. После микросхемы сигналы поступают на маломощный транзистор, который предназначен для управления полевиком. Это подойдёт любой PNP транзистор малой мощности. Это КТ-3107, либо 557, БЦ-557, 556 подойдут. Ещё один транзистор стоит для усиления сигнала на выходе. Вот маломощный. Это БЦ-547, если не ошибаюсь. В общем, любой обратный транзистор малой мощности. Полевой транзистор стоит, ИРФ 740 изначально стоял, заменил на 840, потом остановился на ИРФ 630. Почему, скажу позже. Полевой транзистор не перегревается. Потребление в моём случае 45 мА от источника питания 12 В, мощный аккумулятор. Номинал входных напряжений от 8 до 16 В. Лично подобал, всё отлично работает. Так, насчёт настройки. Настройка сводится к вращению вот этих переменных резисторов до тех пор, пока мы не получим кратковременные щелчки, то есть, максимальную чувствительность. Если собрали металл-детектор, и у вас чувствительность не на очень высоком уровне, скажем, ловит металл на расстоянии в пару сантиметров, в пару-тройку сантиметров до 10-15, то, скорее всего, у вас проблема именно с чувствительностью. Нужно поиграть с катушкой для того, чтобы найти оптимальное количество витков. Мне пришлось смотать с 25 витков до 21 витка. Сейчас в катушке именно столько. Если вот включили первый запуск, сделали, и у вас постоянно идёт звук генератора с микросхемой, да, 150 Гц, динамик должен издавать звуки, и не ловит металл, изначально я собрал, и у меня была такая же проблема, то нужно копать вот в этой цепи управление полевым транзистором. Если, скорее всего, у вас звук есть, значит, с генератором, микросхемой всё в порядке. Но, скорее всего, открыт полевик, вообще не закрывается, или постоянно закрыт. Нужно, в первую очередь, прежде чем прозвонить полевик, нужно осциллографом проверить наличие импульсов на силовом выводе маломощного вот этого транзистора. То есть, именно он управляет полевым транзистором, и от него зависит очень многое. Дальше, если и это не помогло, нужно уже копать полевой транзистор. Может, в схеме где-то накосячили. У меня как раз этот маломощный транзистор, всё время, не знаю почему, был открыт. Попался, видимо, заводской брак, поскольку после его замены у меня всё сразу заработало. Но чувствительность была небольшая, где-то в 10-15 см даже крупные металлические предметы ловил. Так, что дальше? Дальше, насчёт динамика, обычную пищалку можно использовать, у меня не было под рукой нормального динамика, маломощного, компактного вернее, поэтому поставил довольно хороший динамик. Так, самое важное, самое важное вот в этом металлоискателе – не путать плюс и минус, то есть, не путать полярность питания. Прямо сейчас, несколько минут назад, у меня случайно вот перепутал, торопился куда-то, не знаю, решил подключить напоследок и плюс-минус перепутал. Что случилось? Вышло из строя практически всё. От таймера полевого транзистора и маломощного до микросхемы операционного усилителя. Всё вынужден был заменить. Все силовые компоненты, все активные компоненты, по-моему, вот этого выходного транзистора для управления динамиком вышло из строя. Поэтому очень советую поставить на входе питания диод от переплюсовки питания. То есть, на плюс поставить на плюсовую шину, поставить диод, подключённый в прямом направлении, чтобы при коротких замыка... то есть, при спутывании полярности питания просто-напросто не шло питание на схему. Вот давайте подключим металл-детектор. Он у меня ловит что-то, что под полом, у меня там всякие железяки и так далее. Давайте сделаем настройку. Вот у нас пошёл звук. Об этом звуке я ранее говорил. Вот так добиваемся нескольких шелчков, да? Можно ещё понастроить. Вот так всё нормально. То есть, шелчки должны быть в каком-то периоде времени. Коробочка из АТХ. Длина этой коробки составляет 20 сантиметров. Сейчас я буду, вернее, ловить какие-то предметы. Сейчас мы найдём металлические предметы рядом. И давайте начнём уже тест-драйв. Блин, как тяжело. Вот для начала давайте вот так я встану. У меня рядом также линейка есть. В общем, длина, высота, вернее, этой штуки составляет 20 сантиметров, как уже сказал. Давайте начнём с маленьких предметов. Вот так я как-то положу. Это монета обычная. Монету ловит. Сейчас уберу. Вот так поставлю. Вот уже чувствуется, что металл-детектор нашёл. Монету 20 сантиметров. Снимаем монету, звук меняется. Ставлю, опять начинается шум. Если вот чуток понизить, то, скажем, 2 сантиметров, то уже чётко чувствуется монета. То есть, 18-20 сантиметров ловит без проблем у меня монету. Давайте более крупная. Это литий-оновая батарейка. Не знаю, какого стандарта. 20 сантиметров чётко ловит. Чётко, чётко пропал. Ну, где-то 27 сантиметров ловит эту батарейку. Ну, давайте ножницы обычные. 20 сантиметров ловит. Ну, тоже где-то 25 сантиметров, 25-26 сантиметров. Давайте линейку вот такую тонкую. А это уже побольше ловит всё-таки. Ну, где-то 30, ну, где-то тут 12-13. 32-32 сантиметра ловит эту линеечку. Ну, давайте более алюминий возьмём. Крупный такой. Ну, тут уже 15 чётко есть сантиметров. Где-то 35 сантиметров вот этот алюминий. И давайте этот. Вот уже побольше тут. Ну, где-то в 40-37 сантиметров ловит вот этот алюминий. Ну, и давайте напоследок возьмём более крупный металлический предмет. Смотрите, он уже ловит, не знаю, откуда его. Видите? Расстояние очень высокое. Так, я сейчас не знаю, как это поднять, чтобы вам было видно. Вот, смотрите, какое расстояние. И металл детектор чудным образом ловит. Я изначально тут, друзья, расстояние где-то 60 сантиметров. Сейчас. Вот коллега меня помогает. Ловит. Смотрите, линеечка на 50 сантиметров. И вот, смотрите, расстояние. Где-то 60-65 сантиметров без проблем ловит вот этот металлический лист. Тут сейчас между ними расстояние где-то в 35 сантиметров. Отдаляем, опять он ловит. Нужно. Вот так. Сейчас. Что осталось дальше пояснить? Насчёт конструкции металл детектора я могу поделиться. Статья есть на сайте Radio Scott, как уже сказал. Парни хорошо потрудились. Это довольно простой металлоискатель без применения специализированных микроконтроллеров. И не нуждается ни в каких прошивках, как уже поняли. Сдвоенный ОУ таймер, включённый по схеме генератора, низкочастотного генератора прямоугольных импульсов, полевой транзистор и маломощный драйвер для его управления. Резисторов два переменных. Можно ограничиться одним резистором, но лучше поставить всё-таки два. В моём случае 50 кОм, 20 кОм. В оригинале 100 кОм, 10 кОм. Но это не принципиально, как я уже понял. В качестве пищалки можно использовать любой. Даже пезоэлектрический, думаю, подойдёт. Ну, в общем, излучатель лучше взять с катушкой. Со встроенной катушкой. То есть, обычной динамики. Скажем, на 4, 6, 8, 12, 16 Ом. Любой. Можно от игровых приставок, можно от музыкальных шкатулок и так далее. В общем, его размеры, мощность и размеры не критичны. Также ещё хочу сказать, что лучше взять именно наушники, то есть, сделать джек 3,5-мм и через наушники прослушивать звук, поскольку в этом случае вам ничего не будет мешать, чтобы узнать точные показания, есть ли в глубине металл или нет. И ещё один немаловажный факт. Питать очень советую именно от аккумулятора. Ну, не обязательно, конечно, взять UPS-овые. Можно лить ионовый аккумулятор и 3 банки последовательно соединённых. Вот, например, такие. Ёмкость данного аккумулятора 1400 мАч при напряжении 3,7 В. Следовательно, вам металлоискатель может непрерывно работать в течение месяца на этих аккумуляторах, наверное. То есть, аккумуляторы удобны, конечно, тем, что можно их перезаряжать и долго очень работают. А крона отдаёт всего 200-250 мА. Больше от обычной кроны невозможно получить. Даже аккумуляторные 300 мА не более отдают. Поэтому у крона не самый лучший вариант, да и напряжение довольно-таки малое. Это, конечно же, влияет на чувствительность устройства. Ещё хочу сказать, что при напряжении, скажем, 14-16 В, устройство больше чувствительно, чем вы видели. Дальность возрастает на 3-4 см на все 100. Насчёт настройки катушки. Изначально нужно мотать именно 25 витков, направить 19-20 см проводом 0,5. У меня 0,5-0,6. У меня такого провода не оказалось. Взял 0,7 мм. После настройки мне пришлось смотать витки. Два витка. Затем тестировал, сматывал опять два витка и наблюдал, как это касалось на чувствительности. В итоге пришёл к выводу, что оптимальное количество – это 21 виток проводом 0,7 мм. Это в моём конкретном случае, в вашем случае могут быть, конечно же, другие намоточные данные. Кстати, намоточные данные я тоже буду приводить. Зависит от толщины провода, диаметра. Также я экспериментировал с катушками разного диаметра. Взял, мотал на разных оправах. Как подсказал мне, буду обращаться ником Электродыч, диаметр не влияет на чувствительность. Наоборот, если сужать катушку, мотать на меньшей оправе, то это не есть хорошо. Лучше поэтому именно на такой оправе, о которой говорилось. Металл-детектор, хотя был сделан именно для обозрительных целей, для обозрения, и мне просили его собрать, не конкретно этот, а просто собрать металлоискатель, пояснить, как настроить его и так далее. Это импульсный металлоискатель. Название ПИ – это импульсный, как автор заявляет. РА – это радиоскод форум, где создавался этот металлоискатель. И должен сказать, что на славу на самом деле поработали. Отличная вещица. Не знаю, насчёт глубины профессиональных металлоискателей. К сожалению, никогда не работал с ними. Металлоискатель, например, довольно высокого ранга – это Клон, Терминатор со всеми своими версиями и другие. Более хорошие металлоискатели. Я не знаю, сколько они пробивают до дальности и так далее, но этот мне вполне устраивает. Так что можете без проблем собрать и в добрый путь искать клад. Но, конечно же, КОП – это незаконное дело. Поэтому можно во дворе вообразить себя пиратом, постараться поискать клад. Может, и кому-то повезёт. Желаю удачи, друзья мои. Подписывайтесь на канал. Если будут дополнительные вопросы, обращайтесь. Схема фотографий, несколько слов описания, настройка и расчётные данные катушки будут прикреплены в архиве в описании видеоролика. На этом остаётся прощаться. Ну, конечно же, будем ещё встречаться. До новых встреч. С вами, как всегда, был АК Касьян. Пока.